Первый на юге России фестиваль авиамоделистов прошел на Кавказских минеральных водах. Более 25 спортсменов, профессионалов и любителей собрались на поле в районе хутора 6, чтобы продемонстрировать возможности своих летательных аппаратов. За полетами наблюдала Екатерина Кудрявец. Любители и профессионалы авиамодельного спорта свои мечты о покорении небес воплощают твердо стоя на летном поле. Хобби удивительно азартное и, конечно, безумно интересное. У многих из нас авиамоделирование заканчивается на стадии складывания самолетика из бумаги, собравшимся же на фестиваль под властны тайны настоящих полетов. 25 участников со всего юга России привезли на летное поле в районе хутора 6 свою гордость модели самолетов. Разница лишь в техническом оснащении и типе летательного аппарата и двигателя, а уж управление целиком и полностью зависит от пилота. В авиамоделизме существуют две большие группы. Это авиамоделисты-спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, и авиамоделисты-любители. Их называют еще хоббисты. Они не участвуют в соревнованиях, они приезжают, летают чисто для себя. Им соревновательный процесс не интересен, а летать от полетов они получают удовольствие. И чтобы охватить эту группу спортсменов, вот как раз и был организован такого рода фестиваль. Один из самых юных участников фестиваля – Влад Северцов, продолжатель династии авиамоделистов. Вместе со своим отцом Сергеем, Влад самых юных лет, мастерит различные модели, готовит их к полету и сам пилотирует. В копилке мальчика уже немало чемпионских наград и званий. Получилось все, что я хотел. Все получилось красиво. Мы с тобой встречались в прошлом году на таких же соревнованиях. Мы с тобой общались. Что изменилось за этот год? Что, может быть, какие-то новшества вы внесли в свою модель? Ну, материалы. Ну, материалы. Здесь потолочная плитка. Полностью сделан из нее. Мой отец тоже в свое время занимался авиамодельным спортом. От него перешло ко мне. Ну и, соответственно, я передаю поколению дальше. Фестиваль позволил участникам без соревнований и обязательной программы продемонстрировать самые лучшие летные качества своей модели, легкость в управлении, выполнение самых сложных фигур высшего и 3D-пилотажа, участие в воздушных боях, умение летать под музыку, стиль фристайл. Организаторами фестиваля выступили Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края и клуб «Авиамоделист КМВ». Очень мало регионов, которые устраивают подобные праздники. В основном делаются соревновательные варианты. Это не очень приличает людей, потому что они просто смотрят и не понимают, что происходит. На фестивальном уровне это происходит, когда комментируется это все. Когда люди понимают, что происходит в воздухе, что собой представляет модель, что собой представляет пилот. В этом году авиамодельному спорту в России исполняется 90 лет. И проведение первого фестиваля спортсменов и любителей стало знаковым событием для каждого, кто хотя бы раз в жизни брал в руки пульт управления и поднимал в небо летательный аппарат. Ведь успех зависит от многих критериев. Научиться быстро в этом техническом виде спорта не получится. Нужна постоянная взаимосвязь мозга, движение твоих рук и, естественно, то, что эту картину видишь уже в небе. Вот от этого зависит. Впереди у авиамоделистов множество соревнований. Финал Кубка России состоится осенью в окрестностях Кисловодска. И потому фестиваль стал еще одной тренировочной площадкой перед ответственным чемпионатом. И, по словам организаторов, он обещает стать ежегодным.